Бип-бип человеке. Сейчас я вам расскажу историю про Никой Джуди из Зверополиса. Кстати, у меня есть свой телеграм-канал, в котором я выкладываю прикольные арты, и смешные мемы про наших любимых пушистых героев. А еще там есть ламповый чат для фанатов Зверополиса. Обязательно перейдите по ссылке, и подпишитесь. Ну а мы начинаем. Короче погнали. Абсолютно каждый знает, что утром в понедельник труднее всего вставать. Джуди Хобб с большим трудом смогла поднять своего парня с кровати. Он чрезвычайно сильно хотел спать, и постоянно отключал будильник. Освежающий душ, а также чашечка крепкого кофе, быстро привели рыжего самца в норму. Буквально через полчаса наша пушистая парочка были уже на работе. Не успели они добраться до своего кабинета, как на телефон Ника пришло сообщение от его друга Финека. Этот зверек написал, что попал в серьезную переделку, и ему срочно нужна помощь. Наши пушистые герои сразу же рванули к дому, в котором жил этот Финек. Зайдя в трейлер, дверь которого была открыта, полицейские нашли записку. Там было написано, чтобы в течение трех дней был погашен долг этого зверька, иначе его покромсают на колбасу. Финек задолжал каким-то бандитам миллион долларов, и конечно же не стал ничего возвращать. Этот мелкий мошенник довольно часто так поступал. Он либо проигрывал бабки в карты, либо собирал средства на открытие очередного бизнеса, а потом внезапно исчезал. Так что это было как раз в его стиле. Но на этот раз наш Финек попался. Ник и Джуди решили тщательно осмотреть его жилище, чтобы найти какие-нибудь улики. Крольчиха включила ультрафиолетовую лампу, с целью найти биологические следы похитителей, но сумела обнаружить лишь биологические выделения Финека, разбрызганные абсолютно повсюду. На стенах, на полу и даже на потолке. Этот маленький извращенец был очень любвеобильным, но совершенно нечистоплотным. Как же он умудрялся приглашать девушек в свой клоповник, это было совершенно непонятно. Порывшись по ящикам, Морковка нашла большую стопку фотографий. На одной из них, Финек был одет в женское платье, а Николас целовал его прямо в губы. Джуди просто офигела от увиденного и решила спросить у своего парня о том, что было между ними. Лис немного засмущался, ему стало чрезвычайно неловко. Это было больше десяти лет назад. Начал вспоминать рыжий парень. Мы были молодые, и любили экспериментировать. Продолжил говорить Николас. Затем он рассказал о том, как они частенько тусили вместе в этом самом трейлере. Пили очень много пива, а потом делали друг другу приятно. Как же они тогда отжигали, и жарили друг дружку до потери пульса. Финек с виду кажется очень суровым и грубым, но на самом деле он очень нежный и ласковый. Ему без ума нравится примерять разную няшную одежду. Кстати, он до сих пор этим занимается. Вам кажется, что он просто так носил костюм милого слоника. Я так не думаю, ему было чрезвычайно приятно в нем находиться. Значит ты мне наврал. Сердито фыркнула Джуди. Ты мне говорил, что раньше встречался только с лисичками. Добавила она, хмуря брови. Это не считается, мы же не встречались. Возразил Лис, разводя лапами. Мы просто жахались по дружбе. Добавил он, надеясь на снисхождение. Я вас двоих наедине больше никогда не оставлю. Решительно прокричала ревнивая зайка. Поверить не могу, что ты полный бип-бип. Ужаснулась ушастая девушка. После этого, Николас обнял свою подружку, а потом успокоил. Он сказал, что никогда не изменит ей, тем более с этим хулиганом, которого кстати нужно срочно спасать. В той угрожающей записке был указан адрес, куда нужно было принести миллион баксов. Но у наших пушистых героев не было столько денег. Нужно взять в долг у мистера Бига, предложил рыжий полицейский, смотря на свою напарницу. Мы ни за что не будем брать деньги у мафии, возразила крольчиха, делая суровый вид. Ты хочешь, чтобы нас в проруби утопили за долги? Добавила она, со страхом в глазах. Немного подумав, наша пушистая парочка придумала гениальный план. Николас кинет сверток с игрушечными деньгами в мусор, а Джуди будет наблюдать с крыши в подзорную трубу за зверем, который его заберет. Потом они проследят за похитителем и вызовут подмогу. Казалось бы, что этот план просто идеальный, но в итоге все пошло по рыжему болту. Когда лис подошел к нужной точке, то сразу же подъехал черный фургон. Оттуда выпрыгнуло четверо головорезов, которые долбанули рыжего парня по морде, а потом затолкали в машину, и благополучно уехали. Крольчиха находилась слишком далеко, и ничего не успела сделать. Ник очнулся на заброшенном заводе, находившийся где-то в джунглях. Он был привязан к своему лучшему другу, который очень сильно этому обрадовался. Джуди нашла фотку, на которой мы с тобой целовались. Вздыхая, произнес рыжий парень. Теперь она знает, что мы с тобой занимались сексом. Прошептал он расстроенным голосом. Нас сейчас порежут на ковры, а ты паришься из-за такой фигни. Прокричал Фенек, а потом начал трястись из стороны в сторону. Я тебе сейчас голову откушу, если сумею дотянуться. Добавил он, злобно скали зубы. Ты продолжаешь спать с парнями? Или это было только между нами? Поинтересовался лис, пытаясь порвать веревку своими острыми когтями. Конечно, я продолжаю это делать. Недавно я отодрал одного пухлого лисика. Я еще хочу спросить, а ты это? Блять, да закрой уже свою пасть. Перебил его озверевший Фенек. Давай грызи веревки быстрее. Заебал уже со своими вопросами. Приказал маленький зверек. Буквально через полчаса два друга сумели освободиться, и благополучно сбежать из этого места. Вот только странно, что похитителей рядом не было. Может быть им просто повезло, а может за ними следят со стороны, и готовят новую ловушку. К вечеру Николас вернулся домой, и обнял свою девушку, которая зарыдала от счастья. Слава хвосту, что ее мужчина вернулся домой в целости и сохранности. Когда Ник и Джуди подходили к своему дому, возвращаясь после тяжелого трудового дня в полиции, то увидели на пороге Фенека. Он предложил своему рыжему другу сходить в бар, чтобы отметить его спасение. А еще нужно было обсудить дальнейшие действия, ведь Фенек по-прежнему остался должен бандитам, тот самый миллион долларов. Морковка, скрипя сердцем, отпустила своего парня. Даже после того, как узнала, что больше десяти лет назад Ник и Фенек были любовниками. Она доверяла своему самцу и надеялась, что они не захотят вспомнить старые ощущения, когда напьются в говно. Через полчаса два лучших товарища уже сидели за столиком, и пили пиво, закусывая чрезвычайно вкусной пиццей, параллельно обсуждая о том, что делать дальше. Ты же полицейский, давай ты просто посадишь за решетку этих гадов, которым я должен денег. Предложил наглый маленький зверек, а потом очень громко рыгнул. Это же настоящие бандиты, отбитые на всю голову. Добавил он, хлопая глазками. Для этого нужны железобетонные доказательства. Ответил лис, и тоже рыгнул. После этого Фенек предложил пробраться в особняк к этому преступнику и поставить жучок с прослушкой, а еще утащить какие-нибудь компрометирующие документы. Рыжий полицейский категорически отказался, потому что на такие действия нужен ордер. Ну а если его застукают за этим делом, да еще и пьяным в жопу, то его карьере полицейского настанет конец. На что ты вообще потратил миллион, который взял у босса мафии? — поинтересовался Николас, смотря осуждающим взглядом на своего товарища, который уже начал пускать слюни. — Я целую неделю отжигал с красивыми сучками в дорогом клубе. Улыбаясь во всю пасть, ответил маленький проказник. — Давай завтра лучше, поговорим на трезвую голову. — пробормотал лис, сильно прихрюкивая. — Мы обязательно что-нибудь придумаем. Добавил он, а потом увидел, как его товарищ отрубился и упал мордой в тарелку. После этого Ник взял его на лапы и понес домой к трейлеру. Зайдя вовнутрь, рыжий лис аккуратно положил финика на кроватку. Маленький зверек попросил поцеловать его в лобик перед сном. Николас посмеялся, а потом вызвал такси и поехал домой. Перейдя порог своей квартиры, рыжий самец, ничего не сказав, набросился на крольчиху с поцелуями. Лис быстро сорвал с нее одежду и бросил на кровать. Этой ночью он был невероятно дерзким и грубым в постели. Ник с такой неистовой силой отодрал свою зайку, что у нее искры посыпались из глаз. Эту ночь Джуди, очень долго не сможет забыть. Чтобы узнать, как все прошло, обязательно заходите в мой телеграм-канал. Там вы сможете увидеть все без цензуры. Ссылка находится в описании. На следующий день, наша пушистая парочка поехала прямиком к финику, чтобы разработать план по поимке злого пса. Несмотря на то, что этот финик сам был виноват, потому что взял деньги, его в любом случае нужно было выручать. В конце концов, это их друг, который частенько помогал полицейским в различных расследованиях. К тому же, если Нику и Джуди удастся посадить за решетку такого матерого преступника, то они точно смогут продвинуться по службе. Поговорив со своим начальником, лис с крольчихой добились разрешения на раскрутку этого дела. Финика пришлось очень хорошо спрятать и защищать, как ценного свидетеля. Его отправили в другой город, подальше от Зверополиса, чтобы ни одна собака не нашла его. Несколько месяцев подряд наши пушистые герои занимались оперативной работой. Они следили за передвижениями этого бандита, подслушивали о том, что этот гад обсуждает со своими приспешниками. В один из дней, Ник и Джуди узнали о том, что этот пес планирует совершить вооруженный налет на своего прямого конкурента, который в последнее время начал сильно борзеть, начиная вести свои грязные делишки на его территории. Это был мистер Биг, которого мы очень хорошо знаем. Очень скоро в Зверополисе может начаться война между двумя мафиозными кланами, в результате которой могут пострадать мирные животные, а такого точно нельзя допустить. Морковка позвонила кроту, чтобы предупредить об опасности. Мистер Биг поблагодарил крольчиху за эту очень важную информацию, а потом быстро собрал большую армию из белых медведей. Уже к вечеру эти громилы ворвались в особняк к этой собаке и разорвали всех бандитов на куски. После этого они сожгли весь дом, ничего не оставив кроме пепла. Конечно же убивать зверей без суда и следствия, это очень плохо, но если в Зверополисе будет на десяток опасных преступников поменьше, то с такими вещами можно смириться. Ник и Джуди завершили это расследование в связи с тем, что главный подозреваемый погиб. Короче, накрылось их повышение медным тазом, но тут уже ничего не поделаешь. Финик снова вернулся в свой ржавый и загаженный трейлер. Я надеюсь, что ему на этот раз хватит мозгов больше не играть в азартные игры и не брать денег в долг. Хотя, на самом деле, звери не меняются. Лис с крольчихой продолжают жить вместе и ловить преступников, так что жители Зверополиса снова могут спать спокойно. Продолжение следует. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Зверополис 2 Корень Непета Ник и Джуди и Та Вместе навсегда Зверополис Ждем и фильмом Мы второго Зайка-лис Вместе будут по-любому Зверополис 2 Корень Непета Ник и Джуди и Та Вместе навсегда Зверополис Субтитры сделал DimaTorzok